Добрый день! Наши уважаемые телезрители, как известно, 2020 год выдался очень непростым. Всевозможные кризисные явления, конечно же, эпидемия и пандемия. Ну и, как следствие, это большое количество банкротств физических лиц. Это программа «Актуальное интервью». В студии с вами Рината Булхаиров. И сегодня у нас в гостях руководитель компании «Стоп Кредит» в городе Тобольске Алина Кузьмина. Алина, здравствуйте! Здравствуйте, Рина! Ну вот сейчас хотелось бы поговорить с вами как с экспертом на предмет как раз-таки банкротств физических лиц. Давайте в двух словах. Если вдруг кто-то по какой-то причине с этой терминологией не встречался и не знаком, кратко расшифруем, о чем идет речь, для чего это создано, ну и какие механизмы существуют, уже выясним в ходе нашего диалога. Начнем с того, что банкротство физических лиц – это законный способ списания долгов, который существует в Российской Федерации с 2015 года. Граждане Российской Федерации могут воспользоваться таким способом, как избавиться полностью навсегда от всех своих долговых обязательств. И это абсолютно лежит в легальной плоскости? Да, это в легальной плоскости через арбитражный суд. Какие последствия у процедуры банкротства в физлицах? Опять-таки по пунктам, что самое критичное и в чем, наоборот, большие преимущества и плюсы? Из последствий – это пять лет после банкротства нельзя снова себя объявить банкротом. В течение пяти лет гражданин должен сообщать в кредитной организации о том, что он является банкротом при взятии нового кредита. То есть это не говорит о том, что банкротом не дают кредиты. Так скажем, в бан автоматически отправляется. Да, да. И в течение трех лет гражданин не может быть руководителем юридического лица. Все. На этом все последствия для гражданина заканчиваются. То есть выезд за границу открыт, можно устраиваться на другую работу, покупать имущество. Никто, никакие санкции на гражданина не накладывают после банкротства. То есть стоп-кредит и жизнь с чистого листа. Да. Я вас понял. Буквально накануне просматривал статистику, какие-то фантастические цифры на предмет того, сколько в России зарегистрировано по отношению к году прошлому, только за 2020 год, какое количество банкротств. Вот расскажите об итогах года, ну вот уже уходящего. По итогам года, за 2020 год число личных банкротств граждан выросло на 70% по сравнению с 2019. Это связано с тем, что процедура банкротства стала более популярна среди граждан. То есть у нас идет освещение этого. С 1 сентября у нас новый закон об упрощенном банкротстве. Соответственно, граждане повышают свою финансовую грамотность, в том числе по избавлению от долгов. А что за упрощенная схема процедуры банкротства? Упрощенная схема. С 1 сентября в МФЦ проводится у нас банкротство без суда, внесудебное, так скажем. Оно бесплатное для граждан, но, как показывает практика, граждане сталкиваются с некоторыми сложностями и трудностями при прохождении этой процедуры. Ну, наверное, абсолютно логично, что процедура внесудебного банкротства, наверное, подходит не всем. Вот кому она подойдет, а кому, наоборот, не очень или не подходит в принципе? Ну, не подходит она тем гражданам, кто имеет официальный доход, это даже пенсионеры и граждане, которые получают, допустим, какие-то социальные пособия, пенсию по инвалидности, да, либо заработная плата, хоть она и минимальная, они 100% не подходят под это банкротство, оно для них не актуально. Подходят те граждане, у кого нет официального дохода и обязательно долг должен быть у судебных приставов закрыт по определенной статье, а именно 46-й, часть 4-я. Вот эту информацию каждый гражданин может посмотреть на сайте судебных приставов, введя свои персональные данные. Это открытый ресурс, в котором можно узнать эту информацию, не посещая орган власти. Ну, то есть, по сути дела, это определенный шаг для того, чтобы перестраховаться и уже абсолютно с большей долей вероятности завершить успешно процедуру банкротства, видимо, обращаясь к вам. То есть, я верно понимаю, значит, если вдруг для кого-то процедура вне судебного банкротства через подачу, да, через МФЦ документов не подходит, то если человек уже подал, да, вот без вашего участия, без ваших усилий, то, наверное, ничего не получится. Ну, не всегда так. Не всегда так. То есть, возможно, человеку просто придут назад его документы, и тогда он может обратиться к нам за бесплатной консультацией. И мы уже подскажем верный шаг по направлению, именно к списанию долгов. Вот статистика по России огромная, статистика по региону тоже большая. Давайте все-таки применительно к городу Тобольску поделитесь, пожалуйста, цифрами. Ну, возможно, несколько каверзный вопрос. Есть ли какие-то провальные, наоборот, дела? Ну, и сколько же все-таки процентов дел успешных при помощи вашей организации стоп-кредит? К нам обратились за полтора года, получается, с 2019 года уже более полутора тысяч граждан города Тобольска. За консультант более полутора тысяч. Это в общем. То есть тысяча человек в год примерно? Да, тысяча человек в год, наверное, да, так. Вот, признанный банкротом на сегодняшний день это 60 человек. Это те, у кого процедура банкротства уже находится в арбитражном суде, кого суд уже признал банкротом. Статистика наших дел 100% признание банкротом. Почему? Потому что происходит несколько этапов отбора и точная сверка всех критериев. То есть есть определенные показания, при которых человек признается банкротом. При этих условиях только заявление подается в суд. Если условия какие-то не подходят, соответственно, мы либо делаем так, чтобы эти условия выполнились, либо человек не идет на банкротство, а что-то другое ему будет предложено. Слушайте, ну то есть достаточно много параметров, которые человек должен у себя в голове уместить. Вот в этой связи вопрос к вам, как к эксперту, как к человеку с опытом. Почему все-таки нужно обратиться, ну, на первый взгляд, в стороннюю организацию? Почему именно к вам? Почему именно в стоп-кредит? Какие нюансы существуют для человека, ну, который пришел, скажем так, с улицы и который, очевидно, не сможет самостоятельно поучаствовать и успешно разрешить вот эту процедуру? Здесь вопрос в том, что недостаточно самому подать заявление. Нужно еще найти финансового управляющего, который будет руководить вашей процедурой банкротства. Что выходит в его функции? В функции финансового управляющего входит анализ ситуации гражданина, наличие фиктивного банкротства он проверяет, преднамеренного банкротства, мошеннических действий. Соответственно, вот этот фактор, он, так скажем, самый влияющий на то, что банкротство будет успешно, а именно хороший финансовый управляющий, который в нашей компании есть, который сопровождает всех наших клиентов. Это первый момент. Второй момент. Гражданин может признаваться банкротом и подавать заявление в арбитражный суд на признание себя банкротом только один раз в пять лет. Соответственно, если гражданин сам решит это сделать, подаст заявление, что-то не учтет, какой-то момент будет недосказан, то в следующий раз на свое банкротство он сможет подать только через пять лет. Соответственно, здесь ошибок быть не может. То есть, это очень серьезный момент в плане вот этих сроков пятилетних. Если будет какая-то ошибка, то в следующий раз эту ошибку можно будет только через пять лет совершить. Ну, верно я понимаю, что при всей кропотливости труда и усилий со стороны компании СтопКредит, ваших специалистов и вашего участия лично вам удалось сдержать цену, ну, по-настоящему ниже даже среднего уровня за свои услуги, чем на территории нашей страны. Абсолютно верно. У нас цена, скажем, демократичная, она подходит абсолютно всем гражданам с любым уровнем дохода. То есть, даже пенсионеры, это, так скажем, у нас более низкий заработок у этого слоя населения, соответственно, даже они могут себе позволить пройти процедуру банкротства. Почему? Потому что именно в городе Тобольске, благодаря тому, что мы заняли эту нишу именно в банкротстве, имеем возможность цены регулировать так, что они доступны каждому, а не гнаться за повышением цен, как это сейчас актуально в некоторых сферах. С объемами-то справляетесь? В том плане, что полторы тысячи человек примерно за полтора года – это существенное число заявителей? С объемами мы справляемся, так как расширяемся, расширяем штат, расширяем офис. В данный момент переехали в новый офис, где нам позволяют наши масштабы принимать больше людей и клиентов. Вот хочу задать вам еще один вопрос к эксперту. Какие советы вы можете дать людям, которые имеют кредиты, либо которые находятся уже на грани какого-то финансового фола? У меня есть несколько советов. Первый совет – это ни в коем случае перед тем, как будете рефинансировать кредиты, не принимайте быстро это решение. То есть у нас это очень модно сейчас рефинансирование пойти и рефинансировать все свои кредиты. Но там уже эта услуга везде активно продвигается? Да, эта услуга активно продвигается. 70% тех людей, кто приходит к нам, они пришли после рефинансирования. То есть если такой шаг вы хотите сделать, его лучше обдумать, и можно к нам прийти на бесплатную консультацию, мы подскажем. Это первый момент. Второй момент – категорически против того, чтобы люди закладывали свое единственное жилье в залог банку, беря кредиты на погашение других кредитов. Это нельзя делать. Почему? Потому что существует большой риск того, что люди лишатся единственного жилья. Ну, собственно, и последний мой совет – это банкротство. Это не стыдно, это законный способ избавления от долгов. Ну, слушайте, получается, что по большому счету вы оказываете услугу, в том числе по повышению финансовой грамотности населения. Совершенно верно. Вы сказали о том, что у вас и офис расширяется. Давайте все-таки расскажем нашим зрителям и нашим слушателям, куда идти, куда бежать, куда обращаться. Давайте, в конце концов, во всеуслышание. Наш офис находится по адресу Семена Ремезова, 19. Это здание Троицкий мыс, третий этаж, офис номер 9. Наш номер телефона теперь 8 800 201 40 72. Алина, напоследок, пожелания нашим телезрителям. Я желаю всем в Новый год пойти без долгов, конечно, не болеть и всегда быть на позитивной волне. Большое спасибо вам, Алина, за беседу. Я надеюсь, что нашим телезрителям она была очень полезна. Я напоминаю, что эта программа актуальное интервью. Меня зовут Ринат Булхаиров. Сегодня у меня в гостях была Алина Кузьмина, руководитель компании СтопКредит в городе Тобольске. Ну и как вы несколько секунд назад заметили, друзья, всем здоровья, ну и по возможности в Новый год без долгов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова